Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать автомобильный рынок города Баку, столица Азербайджана. Почему я так решил? Потому что последние события в Украине и амбарго всех мировых производителей автомобильной индустрии ввели санкции против российских покупателей. И в России уже можно говорить, что найти нормальную машину, нормального пробега уже невозможно. Поэтому российские покупатели смотрят альтернативные методы покупки автомобилей. И один из них, конечно, автомобильный рынок Азербайджанской республики города Баку. В Азербайджане в последние годы проводятся различные реформы по отношению к автомобильному импорту. И один из них это ввоз электромобилей и гибридных автомобилей без НДС, без налога на добавленную стоимость. А в будущем это будет еще и отмена налоговых сборов, что приведет к понижению стоимости автомобилей. Сейчас я вам покажу, что находится на автомобильном рынке Азербайджана, города Баку. А потом с улиц города Баку посмотрим, сколько автомобилей гибридных и электрических есть в Азербайджане и каковы на них цены. Поехали! Начинаем нашу экскурсию с такой картинки, где уличная зарядка, обычная 220 вольт, мольфаза, заряжает электрический автомобиль, который припаркован на обочине. И такая картинка в Азербайджане уже не редко. В данном случае это Chevrolet Volt второго поколения. И заряжается с обычной розетки. Сейчас такие картинки в Азербайджане встречаются, редко, но встречаются. Но со временем, лет через пять, на каждой улице, в каждом переулке, перед каждым домом, офисом мы можем встречать такую картинку. Переходим к автомобильному рынку Азербайджана. Главный автомобильный рынок города Баку находится в поселке Патантарт, многие это знают. И мы сейчас будем говорить об электрических и гибридных автомобилях, которые ввозятся в Азербайджан с таможенными послаблениями. То есть, с 1 января 2022 года Государственный таможенный комитет Азербайджанской республики ввели новые правила ввоза электрических и гибридных автомобилей. Результат чего количество гибридных автомобилей на таможенной зоне Азербайджана стало намного, гораздо больше, чем это было раньше. Огромное количество Toyota Prius и в том числе гибридных автомобилей, такие как корейские производители Kia, Hyundai. И в том числе и американские производители встречаются на улицах города Баку. Почему? Потому что с 1 января этого года не изымается налог НДС. То есть, если среднестатистическая цена на автомобиль 10 тысяч долларов, раньше надо было платить, допустим, 6,5 тысячам монат. А это, если переводить на доллары, курс доллара за его день уже несколько лет остается неизменным, доллар стоит 1,7 монат. То есть, 3820 долларов стоила среднестатистическая машина, объем двигателя 1,5 литра. Но после ввода новых правил таможенной стоимости, то есть, все таможенное оформление автомобиля обходится за 1300 долларов. То есть, это ощутимая разница, потому что разница где-то 4 тысячи монат, а это где-то 2,5 тысячи долларов. Очень большая разница. И местные автомобильные торговцы, воспользуясь этим случаем, ввозят гибридные автомобили на территорию Азербайджана в огромных количествах. Снова переходим на территорию автомобильного рынка. Пока что редко, но встречаются электрические автомобили, в том числе и гибридные автомобили. Но есть тут маленькая деталь, что азербайджанские власти обращают внимание на год выпуска автомобиля. Если автомобиль старше 3 лет, то такие правила, то есть, правила отсутствия НДС при таможенном оформлении не применяются. Платится полная таможенная стоимость. Поэтому надо обращать внимание на год выпуска автомобиля. Но это применимо только для гибридных автомобилей. Электромобили ввозятся в Азербайджан без налога на НДС. Почему мы сегодня эту передачу делаем? Потому что в скором времени руководитель таможенного комитета Азербайджана внесет в правительство Азербайджанской республики предложение о полном снятии налога на электрические автомобили. То есть, не только НДС, но и таможенные сборы отменяются на электрические автомобили для того, чтобы стимулировать продажи электрических и гибридных автомобилей на территории Азербайджана. Это в первую очередь, конечно, связано с тем, что экологию очень полезно и окружающей среде меньше вреда, меньше газа в СО2. И с другой стороны, тут есть экономическая выгода, потому что в России, сами понимаете, что многие автомобильные производители уже ушли из России. И возить в Россию даже использованные машины из Америки, из других стран, немножко проблематично. Поэтому Азербайджан открывает свой автомобильный рынок для российских потребителей. Конечно же, это использованные автомобили, бэушные, как говорится, в России. Но они очень доступны в цене. И если вот вторая поправка к таможенному законодательству будет принята правительством и подтверждена парламентом, то таможенные пошлины на электрические автомобили будут полностью отменены. В результате чего стоимость таких автомобилей, как, допустим, Tesla, Model 3 и Model S, Model Y будут стоить гораздо дешевле, чем сейчас. Поэтому мы весь в ожидании принятия этого закона. Но и даже если без этого закона гибридные автомобили, в том числе электрические автомобили, в Азербайджане стоят уже гораздо дешевле, чем раньше, после принятия данного закона. Самое главное, значит, площадка в Азербайджане, где можно узнать цены, это вот авторынок в поселке Патантар. Но можно и заходить на сайт turbo.az, очень легко запоминаемый сайт, и там посмотреть, какие цены на какие автомобили. Давайте мы с вами это сделаем, вместе посмотрим, сколько, что стоит на данный момент в Азербайджане. Итак, дорогие друзья, переходим на сайт turbo.az. Как я вам говорил, это главная автомобильная площадка в интернете. Сразу мы видим ГАЗ-24, которая продается за 25 тысяч монат. И я вам постараюсь это все говорить в рублях, конечно. Ну вот, различные автомобили, даже Lada Kranto тут видно. Niva очень популярна в Азербайджане среди молодежи, 15-ю модель. Ваза видим. Но сегодня нас интересуют только гибридные и электрические автомобили, поэтому переходим к поиску. И, кстати, тут есть на русском языке. Вот русский язык. Давайте сделаем так, чтобы все было на русском языке. Значит так, смотрим на русском языке. Смотрим гибридные автомобили. Значит, электро, гибрид и плагин гибрид. Показываем объявления. И смотрим, что у нас тут есть. Конечно, огромное количество Prius. Toyota Prius здесь имеется в продаже. Как вы видите, есть еще и Honda Insight, но преобладает, конечно же, Prius. Toyota Prius. Давайте посмотрим цены. Средняя стоимость это от 10 тысяч монат и выше. Есть за 12, есть за 16 тысяч. Есть за 9, 800 немножко такой разбитый. Ну, допустим, если взять за основу 10 тысяч монат, это если переводить в рубли по сегодняшнему курсу, это где-то 350 тысяч рублей. А если это будет 13 тысяч монат средним, это будет 447, то есть 450 тысяч рублей за Toyota Prius, допустим. Ну вот, откроем более-менее свежую модель. Вот этот кузов, по-моему, это 30-й кузов, значит 1,8 литров. 2012 год, 195 тысяч километров, продают за 19,500. Ну, 19,500 это начальная цена. В Азербайджане очень легит торговаться, поэтому они указывают, как правило, завышенную цену. Я думаю, что эту машину можно купить за 18, а если поторговаться хорошенько, это будет стоить еще и ниже. А если вот по цене 19,500, это по российским ценам 670 тысяч рублей. Как вы видите, автомобиль в хорошем состоянии, с люком, и настолько я знаю, люк превращается в зарядное устройство от солнечных лючей, то есть можно заряжать, не заряжать, а там климат-контроль работают, по-моему, от солнечных батарей. Но автомобиль в хорошем состоянии, 30-е кузов Toyota Prius, и кроме этого есть огромное количество других автомобилей. Давайте еще их посмотрим. Вот, допустим, посмотрим электрические автомобили. Сколько они будут стоить для наших потребителей, допустим, возьмем, отключаем гибриды, смотрим электрические автомобили. Что у нас тут? Renault Twizy, Volkswagen Bora, тоже электрическим исполнением. Конечно же Tesla. Вот Tesla, допустим, модель S 2014 года здесь продается за 42 тысячи долларов. Уже готовый, растаможенный. И дальше мы видим различные модели. Допустим, BMW AX стоит 117 тысяч. Есть у нас Volkswagen 43 500. Вот, допустим, Audi 37 500. Но это новые автомобили 2021 года, 2022 года. И, как видите, 0 километров. Это совершенно новые. Есть у нас китайские автомобили вот такого исполнения. Видите, Honggui. Может, я неправильно произношу, но он выглядит таким образом. И настолько я знаю, китайский производитель впервые произвел премьеру, иностранную, зарубежную премьеру именно в Азербайджане, в городе Ваку. И в автосалонах Азербайджана эта машина имеется в продаже. Сколько стоит? 119 тысяч долларов. Эту машину иногда называют Rolls-Royce китайского происхождения. Не копией, а именно китайским Rolls-Royce. Ну, вот есть Mercedes EQS. EQS, если правильно читать английские буквы, и которые продаются за 129 тысяч долларов, что совсем не дешево. Я не знаю, какие цены в России на такие машины, но официально многие автопроизводители уже не поставляют машины на российские рынки. Может быть, это вот как раз будут черные поставки, ну, серые или как бы, да. Вот такие цены. Давайте посмотрим на плагин гибриды. Так называемые заряжаемые гибриды, которые можно заряжать с розетки, как мы видели в начале нашей передачи. Из плагин гибридов у нас Chevrolet Bolt. Есть Land Rover Defender BMW 530. И есть, вот видите, Toyota Prius, тоже плагин гибрид. Есть Honda Clarity. Вот видите, в таком виде продается за 21 тысячи долларов. Уже растаможенный, готовый. Но эти цены, учитывая последние изменения в законодательстве, если подтвердится еще и то, что они будут изимать, помимо налога НДС, еще и таможенные платежи, цены еще будут снижаться. И, соответственно, российские производители, вернее, российские покупатели могут приехать в Азербайджан, покупать машины. И не только российские. Там можно еще и Казахстан, Узбекистан, Среднюю Азию, в том числе и Туркменистан, подключить к этому процессу, потому что они через Черное море имеют, даже не Черное, я прошу прощения, через Каспийское море, иметь доступ к азербайджанскому рынку и могут приехать покупать азербайджанские автомобили. Вот, допустим, посмотрим, Toyota Prius, плагин гибрид, 122 километра пробега, ну, 123 тысячи, конечно, стоит 23 тысячи долларов. Ну, вот, пожалуйста, сравнивайте с ценами в Москве с учетом таможенных выплат в России и имейте в виду, что вот в Азербайджане есть такая возможность покупать гибридные электрические автомобили. Вот, но есть немаловажная деталь, что Азербайджан не входит в таможенный союз с Россией и, соответственно, надо будет платить еще и ваши российские налоги при ввозе автомобилей на территорию России. А какая это будет стоимость, уже вам самим уточнять. Я вам дал информацию из автомобильного рынка Азербайджана, есть сайт turbo.az, на русском языке все написано. Пожалуйста, заходите, посмотрите и делайте выбор, где вам лучше покупать автомобили уже в современной России, где многие автопроизводители прекратили официальные поставки. Благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok